Продолжение следует... В-третьих, да пробудется твое свето к раскаянию, когда мудрецы наставляют тебя, и укоряющие упрекают тебя, прими и выслушай все назидания. И с того мгновения, как решишь исполнить по их словам, удостоишься великого блага. То есть человек пришел на урок в синагогу, увидел его на лекцию, услышал Деврей Тора, услышал слова, которые пробудили его к раскаянию. Он говорит, прими и выслушай назидания, или кто-то тебе сделал замечание. И с того момента, как ты решишь исполнить по их словам, ты решишь меняться, ты еще не поменялся, ты еще только начинаешь, ты только решил сделать чувак, удостоишься великого блага. Уже тебе защитывается. В этот миг ты выходишь из тьмы к великому свету и удостаиваешься награды и блага за все свои заповеди и доброе поведение. То есть ты как бы исполнил все, что решил, и как бы уже исправил себя, поскольку решил измениться. То есть человек только решил меняться, еще не изменился до конца, но начал идти в правильном направлении, уже ему засчитывается, что он исполнил все митство, которое он хочет исполнить, что он сделал все, что он хотел сделать. Уже исправил себя, хотя только начал исправление. Счастлив же такой человек, потому что удостоился великого блага в один миг. И так говорят мудрецы. И пошли сыны Исраэля и сделали. Шмот 12 глава 28 посуд. Разве в тот же час сделали? Что они пошли и сделали? Корбан Песах. Мужа им сказал, нужно сделать Корбан Песах. Взять барашка, завезать на 4 дня. И написано в том, что они пошли и сделали. Они еще не сделали ничего. Он говорит, вы сделали 14 Ниссана, но поскольку решили исполнить. О них написано, что они сделали. Они только решили, как Мужа им сказал, нужно взять барашка, завязать на 4 дня кровати, проверить, что у него нет изъянов, и в день перед Песахом его зарезать. И так как они решили сделать то, что им сказал Мужа, то Ра уже написал, и они сделали. Хотя еще на этой неделе может было или больше. И говорят мудрецы, где деяния преобладают над мудростью, там мудрость прочна. То есть что говорит Перкеа, вот. Что, где деяния преобладают над мудростью. Есть человек очень умный, но он много знает, но мало делает. Есть, который мало знает, но много делает. Кто лучше? Тот, кто исполняет, тот лучше. Потом говорит Перкеа, вот. Где деяние, митцво дмаосим тувим, преобладает над мудростью, там мудрость прочна. Там эта мудрость, знание Торы у него останется. Как сказано в шмот, сделаем и выслушаем. На асе венишма мы сказали. Что значит на асе венишма? Мы будем делать? Никак многие говорят, ну я еще пока не пойму, это мне не доходит, я не понимаю, почему так и почему сяк. Он говорит так. О которых не знает. То есть он начал учиться, он спрашивает. Сначала ему научили, как мы сказали, в армии сначала есть устав. Вперед, вперед, стоять, стоять, лежать, встал, уш, упал, отжался. Зачем, почему, как, никто не спрашивает. Так и мы, мы называемся, мы называемся армией Всевышнего. Так и написано, Бог вывел свои войска, если можно так сказать. Из Египта, цевоот, ашем цевоот, мы говорим, Бог воинств. О том человек начинает учиться и получает награду даже за то, что он еще не знает и не понимает. Но, то есть у него такая готовность, такое желание, что если бы он знал, он бы это исполнял. И несмотря на то, что он сейчас этого не знает и не исполняет, так как, если бы он знал, он бы исполнял, ему засчитывается, как будто он это сделал. Подобно тому, что он принял на себя и решил исполнить, подобно тому, как сказали евреи на горе Синай. Сделаем и выслушаем на севе ничма. Ибо они поставили исполнение заповеди Торы перед знанием, перед изучением и познанием. Так, Татча Бат, 8-й, лист, 1-й страницы. Иначе и невозможно сделать так, чтобы деяния проладали над мудростью. Подобно этому сказано о Даниэле, как написано. Не бойся, Даниэль, ибо с первого дня, когда положил ты в сердце своем понять и поститься перед Всевышним, услышаны были твои слова. Слова твои. Отсюда следует, что когда человек решает делать добро, он сразу же принимается Всевышним с благоволением и удваивается наказание тому, кого не побуждает к расханию наставления укоряющих его. Человек, который услышал замечание, решил исправиться и начал исправляться, ему засчитывается, как будто он уже полностью исправился. Хотя еще ему предстоит долгий-долгий путь. А человек, который, услышав замечание, не исправляется, наказание у него будет двойное. Почему тот проснулся, а ты спишь? Тот решил меняться, а ты нет. Четвертое. Когда человек изучает учение Всевышнего и читает пророков и Писания, и слова мудрецов Талмуда, видит предостережение и наказание, понимает поучение, сердце его пробуждается, и он думает, могу ли я читать Тору, как простую книгу. Еще раз. Четвертое. Когда человек пробуждается к Чуве, когда он начинает изучать Тору, Невим, Ктувим, слова мудрецов Талмуде, видит их предназначение, наказание, которое человек может получить за неисполнение Тора у Митсвот, и сердце его должно пробудиться, и он думает, могу ли я читать Тору, как простую книгу. Тора – это не простая книга. Это не еще одна научная энциклопедия там, не дай Бог, или книга по истории. Нет. Это здесь. Я должен, это слова живого Бога. Нет, он говорит, я должен принять учение всерьез, соблюдать и исполнять согласие с тем, что там написано. Как сказано о Ешеяу. И было, когда царь услышал слова книги Тори и разорвал свои одежды. Вторая книга Малахима, 2 глава 11. Что там было? До этого царя Ешеяу практически Тора была забыта. Было такое время. Спрятали, уничтожили все книги. Он нашел святый Тори и начал его читать. И когда он увидел, что там написано, он сделал чувак, разорвал, написано про него, что не было такого царя, который вернулся к Богу, как это Ешеяу ванове. Он поменялся полностью. Он один из праведнейших царей, которые были в юрецком народе. Он ничего не знал. Было время, когда никто ничего не знал. Но когда он начал читать и пробудился, и увидел там, он поменялся. И об Израиле сказано, ибо плакал весь народ, услышав слова Тори. Это Израиль и Нахемия, Нахемия 9 глава 9, когда мы пришли из Вавилонского изгнания снова в Израиль. Пришли там 30-40 тысяч человек отстроить Бет-Амикдаш. И когда Израиль дал им наказание, многие из них пришли с нееврейскими женами. И он там сказал, такой Девре Тора, что они проснулись, отпустили своих жен. И, как написано, ибо плакал весь народ, услышав слова Тори. И умножится преступление того, кто не обращает внимания на слова Всевышнего, как сказано, и не испугались, и не порвали свои одежды. Это говорит Ермия Ауновид, 36 глава 24 посуд. То есть, перед разрушением Бет-Амикдаша они не испугались наставлений Ермия Ауновид, что Бет-Амикдаш был разрушен, что они будут наказаны, не разорвали свои одежды. И сказали мудрецы, лучше бы послед, шилья, перевернулся во время родов, и не вышел бы ты на свет тот, кто изучает и не исполняет. То есть, говорит здесь, шилья это плацента. Говорит Талмуд, трактат Барахот, Иерусалимский Талмуд, что человек, который изучает Тору, знает, что там написано, и не исполняет. Лучше во время родов эта плацента бы перевернулась на его голову, на его лицо, он умер бы и не родился. И написано, написал я ему основы Торы моей, но они ему как чужие. Говорит Уше Анами, 8 глава, 12 послуг. И сказано, кто может, как можете вы говорить, мы мудрецы и Тора Всевышнего с нами, ведь вы поступаете так, как будто это написано зря. Иеремия опять, 8 глава, 8 послуг, упрекал еврейский народ. Как вы можете говорить, анахнуха хамими, мудрецы, и Тора Всевышнего с нами, но вы поступаете, как будто там все, что написано, вас не касается. То есть, четвертая основа, когда человек пробуждается. Третья, мы сказали, когда он слышит Девре Тора, слышит упреки, замечания. Пятая, четвертая, это когда он начинает изучать Тору, она должна его пробуждать, приводить ко Всевышнему, чтобы не получилось, просто он читает, пришел, ушел, кодич сказал, кто год, кто месяц, кто неделю, все забыли, до следующего раза, не дай бог. В-пятых, когда наступает 10 дней раскаяния между Рошешна и Йом-Кипур, все пробуждаются, и каждого охватывает трепет перед нем суда. Каждый думает о том, что все его деяния записываются в книгу, и в этот час Всевышний приводит на суд все деяния, и все тайное, доброе и злое, ибо человека судят в Рошешана, а приговор подписывается в Йом-Кипур. Так написано в трактат Рошешана, лист 16, первая страница. Вот человека привели на суд, перед царем из плоти и крови. Что с ним происходит? И его охватывает сильный страх. Он думает, что предпринять, чтобы смягчить наказание. Он ни о чем больше не думает, но лишь о том, как найти оправдание себе и спастись. 5. Насколько же глупы и безмозглы те, кто не ведает, чем закончится суд, занимаются всякими житейскими делами, вместо того, чтобы раскаяться перед великим судилом. То есть, перед Рошешанат и Йом-Кипуром человек должен начать готовиться к ним. Это день суда, в котором решается вся его жизнь на следующий год. 5. Дальше. Потому что тот, кто боится Всевышнего, должен уменьшить число своих житейских дел. Пусть пребывает в страхе и установит время, чтобы днем и ночью уединяться и проверять, и исследовать свои пути, и, встав рано, размышлять о путях раскаяния. То есть, человек в эти дни, по крайней мере, должен выделить для себя время, сесть подумать о себе, о своих делах, о своих путях. А некоторые постятся и молятся, но не восстают против преступлений, дабы избавиться от всего урода его иотратительного. Не так следует поступать. То есть, есть люди, которые постятся, молятся, но продолжают свои дела, свои уродливые дела. Не так следует поступать. Ибо молиться, поститься и исповедоваться, придерживаясь прежнего поведения, это не путь раскаяния. Ты молишься, ты постичься, но живешь, как ты жил, так шува не работает. Пробудись к полному раскаянию, ибо 10 дней раскаяния – это время благоволения, и молитва бывает услышана в эти дни. Как сказано, во время благоволения я ответил тебе, и в день спасения я помог тебе. И сказали мудрецы, ищите Всевышнего, когда можно найти его. Когда это? Когда он ближе всего к людям на земле? В 10 дней раскаяния. Это в 10 дней раскаяния между рушиной Йом-Кипур. И сказали мудрецы, что Йом-Кипур искупляет вместе с раскаянием. То есть, Йом-Кипур – это день очищения и прощения, но когда? Когда у человека есть чува. Поэтому Тора призывает нас раскаяться и очиститься перед Всевышним посредством нашего раскаяния. Как сказано, от всех грехов ваших перед Всевышним очиститесь. И он простит нас в этот день, дабы очистить нас. В 6-х, что пробуждает человека к раскаянию. Пусть всегда кажется человеку, что он близок к смерти. Пусть не говорит, когда состарюсь, раскаюсь. Как будто он смотрит в синагоге бухарских евреев, которые к Советскому Союзу приехали, когда я выйду на пенсию, потом буду ходить в синагогу. Тысячу лет назад он писал это. Тысячу лет назад. Он говорит, пусть не говорит, когда состарюсь, раскаюсь. Не умереть бы ему, прежде чем состариться. Кто тебе сказал, что ты состаришься? Где гарантия? А поэтому, поэтому всегда пусть будет готовым предстать перед Всевышним, ибо не ведает человек своего часа. Пусть побуждает себя быть чистым, чтобы вернуть свой дух в чистоте Всевышнему, который ему дал его. Человек должен быть готов. Поэтому перед сном каждый вечер мы говорим, что Всевышний, мы делаем чува, мы просим, чтобы без радости, чем завтра мы проснулись. Но если человек, не дай бог, не проснулся, чтобы он уже был готовненький, чистенький. И пусть всегда исследует свои деяния, как сказал Раби Элиезер, вернись за день перед смертью. Раби Элиезер говорит, человек должен сделать чува. Самое главное, чтобы за день перед смертью человек сделал чува. Проблема в чем? Кто знает, когда у тебя последний день перед смертью, пойдет каждый день ты должен делать чува. Сказали ему ученики Раби Элиезер, разве человек знает, в какой день умрет? Ответил им, тем лучше. Пусть раскается сегодня же. Вдруг он умрет завтра. Таким образом, все свои дни будет он в раскаянии. И пусть украшает себя каждую минуту, как будто сейчас же представлен перед великим царем. Пусть всегда будет озабочен этим, даже когда беспечен и испокоен. Пусть трепещет перед смертным часом, когда придется давать ответ за все. И пусть постоянно исповедуется сокрушенным сердцем и покорностью, как будто сейчас умрет. И пусть всегда пребывает в нем страх перед Всевышним. Человеку следует исполнять новые заповеди каждый день, так как его смертный час наступит вдруг и неожиданно. Чем больше митцвот может исполнить, должен делать. Пусть он поступает пусть он поступает так. И тогда ему не будет недоставать ни одной заповеди. Ибо сказали мудрецы, кто исполняет одну заповедь перед самой смертью, как бы исполняет весь закон. И ему недоставало лишь той, исполненной перед смертью, заповеди. А тот, кто совершает преступление перед смертью, как бы нарушает весь закон. То есть человек, который старается каждый день исполнить те митцвот, которые он может миска исполнить и тогда бог поможет ему исполнить именно ту митву которая ему них не к которой ему который ему не хватает до полного исправления и если он исполняет мисот каждый день даже до дня своей смерти когда ему защитить и что он исполнил все что нужно было исполнить даже если он не исполнил все что он мог сделать он сделал защитить и что он сделал все а тот кто наоборот грешить даже те грехи которые не сделал на него тоже повесят потому что дело то что делал поэтому пусть человек проснется от своей dream dream и дремоты и пробудется приготовиться к тому что будет с ним в конце украсть себя красотой заповеди и будет готовым прицать перед всевышним в любой миг очищая себя украшать себя митцвот чтобы быть готовым пристать перед всевышним в любой момент существует четыре вида раскаяния раскаяния случая раскаяния ограды раскаяния противовеса и раскаяния написаны продолжим завтра четыре вида раскаяния которые существуют баруха дула лауна амин